А тебя никто не бьет. Тебе никто пакет на голову не одевает. А ты закусываешься и все. Кто кусается-то? Вот это результат. Я все ожидал, когда же я научусь эти пулеметы гатлинга останавливать. Вот он знак. Научился. А потом идет три волны. Федеральная миграционная служба России. Документ мигранта. Мы все мигранты. Это переселение. Было все запланировано. Уже на тот момент имела второе название Россия. Особенно, когда долгов очень много. Когда проверяла свой паспорт на этом ультрамаге, в наглое закабаляют. Переведите вот эти две строчки. Я не понимаю. Я не знаю иностранного языка или что-то. Я написала не то для них, что их напугало сильно. Свои ролики не прошли впустую. Меня скрутили, заломали, отвезли в полицию. У вас с этими протоколами ничего не пройдет. Где я успела написать под принуждением. Я написала. Я там написала. В протоколе все, что написано не моей рукой, все ложь. Ну и результат какой? Суд вообще не взяли. Он не дошел. Довернули обратно в полицию. Каждый начальник мнит себя удельным князем. На сайте суда проверяла информацию. У меня в принципе то же самое произошло. Не могли в суд занести. Потом все-таки занесли. Я прям хотел попасть на это заседание. Все в порядке. ЦФВА сработало. За отсутствием состава правонарушения. И следом же приходит отказ в возбуждении уголовного дела по обоим статьям. То есть дошло до самого верха. И только там отменили. Это факт. Закус-то с твоей стороны. Крути, верти, как хочешь, но решение должно быть. Ну так выключи агрессию. Поменяй ход мысли. Третий этап это реально укусить. Ты на грани. Благодарствую. Это взаимообмен благом. Нет, не пробовать. Мне так нравится слушать тишину твоего гатлинга. Чего молчишь? Есть? Нет, у меня нет вопросов. Ради этого и стараемся, чтобы ясно было. Алло, мужчина Антон. Приветствую тебя. Женщина с именем Елена. Я из Комсомольска на Амуре. Антон, звоню вот по какому делу. Я смотрела твои ролики по поводу паспорта, как вы его разбирали, да, комментировали, что у него более 21 улучшения и много признаков векселя. И вот буквально на днях я была в Сбербанке и увидела интересную вещь. Ты знаешь прекрасно, что у нас паспорта везде требуют и берут, да, на проверку. И проверяют его на аппаратах. Вот этот аппарат, по крайней мере в нашем отделении Сбербанка, называется Ультрамаг. Что же он высвечивает? Он высвечивает невидимые волокна цветные и невидимые записи, которые мы с обычным человеческим глазом не видим. Но записи очень-очень значимые. Вот на второй странице, где прописано, кто нам выдал паспорт Российской Федерации, там большими буквами прямо на всю страницу написано «Россия». Посвечивается зеленым цветом. Там, где страница с нашими именами, записанная капслоком, на 6 где-то строк, 6-7 строк, начиная с фамилии, имени, отчества и заканчивая первой строкой месторождения. Там у кого-то город, у кого-то поселок, да, у кого что. Вот тоже крупные буквы «Россия», а потом идет три волны, три волны с записями Федеральная миграционная служба «Россия». Три волны идут именно по месту. Вот, например, у меня Хабаровский край, да, и вторая строчка. Вот на эту ширину прям волны реальные. И я думаю, что вот этот паспорт, который у нас везде требуют, до тех пор, пока мы от него не откажемся и пока мы его не сменим, он будет нас просто-напросто везде тянуть на дно. По той простой причине, что это официальный, узаконенный ими, документ мигранта. Мы все мигранты. Если посмотреть на определение, что такое миграция, то мы понимаем, что это переселение от латинского слова. Это процесс переселения разных групп людей из одного государства, либо региона, либо субъекта, или города в другой. Вот нас таким образом когда-то из Советского Союза переселили добросовестно в Российскую Федерацию, так называемую. Но я думаю, что у них уже было все запланировано, и Российская Федерация уже на тот момент имела второе название – Россия. Ничего проще простого, да, с РСФСР сразу в Россию перескочить. Нет, они этот момент, этот временной период как-то придержали, наверное, для того, чтобы поделать свои делишки, а потом плавненько с этих делишек перескочить. По делам же приходится отвечать, особенно когда долгов очень много. Ну, вот перевешивают эти долги на нас, на нас, так называемых мигрантов Российской Федерации. Ну, вот моя такая позиция. У меня видео есть. Я просто когда проверяла свой паспорт на этом ультрамаге, сама смотрела его досконально. Если тебе интересно это, я могу тебе это слать. Посмотришь сам. Ну, вот мои такие мысли. И мне было интересно проверить на ультрамаге ту страницу, которая заламинирована, да, особенно на той части, где она отрезана. Ну, я как-то особо меток никаких не увидела там, некоторые есть уголок там скругленный, либо по центру какая-то такая меточка непонятная. И все. Вот все, что я заметила. Ну, а остальные страницы этого документа, бланка Российской Федерации, паспорт, они просто волокнами все транизаны, пропитаны вот этими либо розовенькими, либо зелеными, которые просвечиваются на ультрамаге. Вот так. Алло. Да, пришли, пожалуйста, видео, посмотрю. Да, хорошо, пришлю. И еще один момент, вот я обращалась в Сбербанк по поводу того, чтобы выписки свои взять. Ну, расширенные выписки я просила по всем счетам, которые открыты, закрыты на мои имена, да. И когда я посмотрела на этот лист, на которых они оформляют, так сказать, наше обращение, да, либо жалобы, либо запросы, либо требования, на обратной стороне, я тебе тоже скриншоты отошлю, посмотришь, почитаешь, как они просто-напросто людей, ну, в наглую, в наглую закабаляют. Мало того, что там прописано, что мы якобы, мы уже добровольно им все даем, добровольное согласие, мы все понимаем, разрешаем все. Так там еще и на английском языке, то есть строчке. Я говорю, переведите мне вот эту строку, что с ней сказано, молчит. Я говорю, переведите вот эти две строчки. Я не понимаю, я не знаю иностранного языка, я русский человек, мне нужен перевод. Молчит. Это обычная форма, которая, типа, у нас в программе есть. Вот. И самое, что интересное, когда я там от руки-то все написала, все, что думаю, ну, прочтешь, увидишь, то буквально на следующий день они мне, или через день они мне прислали смс-сообщение, что я ничего не получу, короче, никаких ответов, никаких выписок. Ну, наверное, там что-то я написала не то для них, что их напугало сильно, и они решили таким образом от меня отмахнуться. Вот. Ну, а по поводу твоих советов, конечно, отдельная благодарность тебе хочу сказать, поблагодарить тебя. Твои ролики не прошли впустую, по крайней мере, для меня. И когда я обращалась за услугой, так называемой, в МФЦ, куда нас всех упорно пихают, любые службы, получился там конфликт по поводу того, что за мой отказ одевать маску, они решили мне не предоставлять услугу, а мне нужно было оформить после смерти маму, ну, квартиру на себя. То есть документы от нотариуса мне нужно было, так сказать, перевести собственность на свое имя, потому что нотариальная вот эта бумажка, она вообще ни для кого ничего не играет, никакой роли. И в результате получилось так, что меня скрутили, заломали, отвезли в полицию. Но в полиции, когда на меня оформляли протокол, естественно, я их предупредила, что у вас с этими протоколами ничего не пройдет, потому что я почему-то была уверена, что если я заполню, вот как я всегда заполняю, читаю там каждую букву, каждое слово, и по твоим просто-напросто шагам, по твоей рекомендации, вот эти фразы, если они стоят над душой, то где я успела написать под принуждением, я написала, где я успела написать, я там написала, а даже где-то успела написать, что все ложь. То есть в протоколе все, что написано не моей рукой, все ложь. Ну и результат какой? Один протокол по 20.6.1 в суд вообще не взяли, он не дошел, так сказать, до судебного разбирательства, а второй протокол якобы на мое неповиновение законному требованию полиции просто-напросто вернули обратно в полицию, потому что, ну, судья как написал на своей страничке, что якобы протокол составлен неполномочным должностным лицом. Вот так. Ну, по сути, он просто протокол, я им просто все протоколы испортила вот своими, такими, сказать, комментариями. Если тоже будет интересно, я тоже тебе пришлю. Вот. Так что благодарю тебя за это, за знания, какие ты даешь. Конечно, сложно нам всем, тем более на Дальнем Востоке. Мы здесь вообще как были с сильным народом, так и остались с сильным народом. Каждый начальник мнит себя удельным князем. И это происходит буквально с каждой организацией на каждом шагу. На почте не отдают документы, посылки, письма. Просто в наглую не отдают. Бесполезно им показывают какие-то законы, постановления. Полиция так и говорит, мы все проверим и посмотрим их внутренние регламенты. Я говорю для вас, внутренние регламенты получается выше любого закона, конституции, декларации и так далее и тому подобное. Ну, получается, что так. Все. Я тебе сказала. Как звать? Мое имя Елена. Елена, ты себя уважаешь? В каком плане? В прямом. Да. А почему ты меня не уважаешь? Я тебя очень уважаю. А почему ты мне не даешь слово вставить? Извини. Монолог получился. Ты неужели не слышишь? Во-первых, ты не спросила, занят я или нет. Есть ли у меня время. Во-вторых, ты вот как включила свой пулемет Гатлинга, так без остановки и говорила. Вот у меня такое ощущение, что если бы я вообще молчал и не разговаривал, ты бы вот, ну не знаю, час бы проговорила. Нету диалога. Понимаешь? Нету обратной связи. А я тебе хотел задать миллион вопросов по ходу твоей речи, но ни один не успел задать, не смог. Не получилось. Вот теперь пытаюсь вспомнить хотя бы один из этих вопросов, чего я тебе хотел задать. Ты протоколы сфоткала, которые рисовала? Конечно. Отлично. А копии тебе выдали? Да. А на сайте суда проверяла информацию по 19.13 и 20.6? Были какие-то убийства? Проверяла информацию. Подтвердилось то, что по 20.6 не было. И это подтвердилось звонком. Я звонила в суд, узнавала. А по 19.3 проверилось то, что судья задним числом заполнила страничку. То есть 14.4 я проверяла, ничего не было, никаких записей. 19.4 я проверила, не было никаких записей. А потом вдруг в 20.4, где-то 22.4, или 21.4 числа получается, что они якобы 14.4 поставили запись, что они дело прослушали, провели, и решили, приняли вот такое решение. Аудиозапись звонка сохранилась? Посмотрю, Антон. Посмотрю. Сохранилась. Скриншот сайта сюда можешь сделать, отправить? Да, он у меня где-то сделан в папке. Сделай еще раз, вышли, если не найдешь. Угу. И если они это все вернули, то, по идее, завершающий шаг тебе нужно сделать. Тебе надо как-то, я не знаю, ну, в суд-то вряд ли они тебе, там, скорее, если ты позвонишь, скажешь, хочешь ознакомиться с материалом дела, они скажут, они возвращены в МВД. То есть, по идее, тебе нужно в МВД каким-то образом, я не знаю, но у меня тут никак не получалось. То есть, они меня тут игнорили вообще по полной программе. Здесь тоже, Антон, такое же. Так вот, я не знаю, что тебе надо сделать, но завершающий шаг это ознакомиться с материалами проверки. Да. Ты писал заявление на ознакомление, да, материалов дела, и они тебе отказывают. Да не отказывают, просто ни трубки не берут, ни сами не звонят, вообще полный игнор. То же самое со мной происходит, вот реально со мной. У меня куча кустов валяется, а ответов на одно дело нету. Я тебе не про это, я тебе про видеоматериал. Если ты хочешь донести информацию до других и даешь оброн размещения нашего разговора для всех, то этот разговор нужно подкрепить не просто твоими словами, твоим монологом, а документами, бумагами, скриншотами, фото, видео. скриншоты пришлю, документы сфотографирую, пришлю, скриншот сюда пришлю, аудио. А? Запись звонка. Запись звонка поищу, вот там, где по 20.6 сказали, что нету такого, поищу. У меня, в принципе, то же самое произошло. На сайте суда есть этот они же попытались все равно этот протокол пропихнуть. Они неделю, потом вторую, потом третью не могли в суд занести. Потом все-таки занесли. Секретари подтвердили, что да, материалы дела уже у нас, но судья все никак не может, король Елена Петровна, якобы судья, черная мула, все никак не может принять решение, принимать дело к рассмотрению или нет. И в итоге приходит постановка, ну, короче, я сказал, короче, жду вас реакции и все такое. Несколько раз я туда ходил, я прям хотел попасть на это заседание, они ни в какое не хотят принимать, и все. Но у меня, я-то с целью хотел попасть, чтобы убедиться, то есть, если я попаду на это заседание, то получается, ничего это не работает. А если я не попаду, значит, все в порядке, ЦМВАС работала, и получалось так, что недели через две выяснилось, что приходит постановление об отказе в это, о прекращении дела об административном правонарушении по статье, что там, 19.13, за отсутствие состава правонарушения. А, и ввиду того, что там присутствуют признаки совершенного преступления, то есть, уголовный кодекс, то выделен отдельный материал по уголовке. Это ложный донос, 306, по-моему, и еще какая-то, а, и сообщение о туристическом акте, вот. То есть, по двум уголовным... Это в отношении тебя, да? В отношении персоны, Булгаков, Антон Николаевич. Ну, персоны, персоны, да-да-да, персоны в отношении персоны. Они выделили уголовный материал. По двум уголовным статьям. И следом же приходит, не помню, через какое-то время, приходит отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствие состава преступления по обоим статьям. То есть, смотри, три факта. Король Елена Петровна в черной мантии не принимает материалы, заворачивает обратно. В самом ОМВД по административке им всем, причем отменил административный материал за заместитель начальника ОМВД. То есть, дошло до самого верха. И только там отменили. По уголовке не помню, кто отменил. Ну, скорее всего, Следственный комитет или ОМВД. По-моему, тоже ОМВДшка отменял. До Следственного комитета не дошло. То есть, доходит до верху и все, и дальше не идет. Это факт. Интересно. Интересно. Вот смотри, я скриншот, пока ты тебя слушала, скриншот нашла, где в суде пишут, вынесено определение о возвращении протокола об АП и других материалов дела в орган должностному лицу в случае составления прокатафокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами. Это вот скриншот суда я нашла. Ну, это короткая формулировка. Надо посмотреть мотивированное определение. Так вот, это надо туда идти. А я вообще не любительница в суды, конечно, находить. Очень не любительница. А в чем проблема? Ты имеешь право, чтобы тебе это, пиши на имя председателя так называемого суда. Я хочу, чтобы материалы дела мне отправили в это, в письменном виде, в виде копии, в письменном виде через почту России. У меня с почтой, видишь, получается, конфликт уже дошел до полиции. Они не отдают мне письма по той простой причине, что я не заполняю персональные данные. Я просто запрещаю им обработку. Прям пишу, перечеркиваю и пишу, запрещают. Там, где строчки согласен на обработку персональных данных, там, где условия они свои выдвигают, я пишу просто слово. Тоже без акцепта пишу, а там, где предоставлен документ, я просто пишу в бланк Российская Федерация паспорт, да, ну, иногда дату пишу, иногда не пишу дату выдача, все, все остальное перечеркиваю просто-напросто. А в правом нижнем углу всегда подписываюсь, вот во всех бумажках подписываюсь, женщина рода русов и все. И вот у нас закус такой, не отдают корреспонденцию, корреспонденция возвращается куда-то обратно. Закуска с твоей стороны? Ну? Закуска с твоей стороны? Ну, с моей, конечно, ну, а если я не хочу писать эти данные, персоны? Так надо решение искать, а не закусываться. Ну, решение вот по почте какое, предположим? Сама думай, я это решение нашел. Крути, верти. Нашел? Да, крути, верти, как хочешь, но решение должно быть. не должно быть закуса. Самое интересное, самое интересное, понимаешь, в чем дело, на почте, на почтовом отделении, когда был руководитель там, и я объяснила в ее присутствии, что я не хочу здесь писать персональные данные, вы не имеете права меня заставить. Я говорю, вот, я поставила вам дату, я закоречку поставила, я так и называю открытым сеткам, закоречку вам поставила, как вы хотели. Я говорю, если еще что-то вам нужно с моей стороны, я напишу, но вот так вот посчитаю нужным. Она, хорошо, отдайте ей. То есть, при руководителе, руководителю я объяснила, ну, там еще другие объяснения были, и она согласилась с точкой зрения. Здесь вот девчонки, вот ни в какую ходу трескни, все. Они хотят. А не надо трескать. Регламент у них внутренний. Какой регламент? У тебя агрессия идет в их отношения. Ты сама себя не слышишь, я тебя слышу. Ты говоришь, закусила, закусила ли, и хоть ты тресни. Ты туда что, махать дубиной ходишь, или что? Да нет, ни в коем ради. Ну, так выключи агрессию, поменяй ход мысли. Ну, улыбаться Антону тоже до поры до времени можно, да? В смысле? Ну, в прямом смысле. Если уже в наглое люди идут на нарушение и говорят, что вы либо сделаете так, как мы хотим, либо вы ничего не получите, но здесь, мне кажется, уже не до улыбок. Детский саг, Елена. Вот серьезно. Меня пытали, мне два пакета на голову девали. Отбили всю печень, отбили все полностью в наручниках, на стуле. Электрошокером еще раз восемь ударили по левой ноге. Я на полу валялся от того, что дышать не мог от их ударов. Это страшно. Я встаю, выхожу и говорю благодарствую. И пошел себе спокойно. Я человеком остался. Я не обозлился. А тебя никто не бьет. Тебе никто пакет на голову не одевает. А ты закусываешься и все. Кто кусается-то? Ну? Ну, кто кусается? Понятно, кто кусается. Ну, вот тебе ответ. Ты мысленно, но кусаешься. И на словах ты кусаешься. Первые два этапа ты прошла. Третий этап это реально укусить. Ты на грани. Слышишь? Слышу. Ну? Выводы сделал, отлично? Думаю. Над этим. Думаю. Думаю, Антон. Я просто, вот ты рассказывал про себя. Я представила эту яркую картинку в своем воображении. Как тебя там пытали и мутузили. И ты вышел и поблагодарил их за хороший урок? Нет. 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 Я сказал благодарствую. Чтобы благо к тебе вернулось. Нет. А как? Благодарю это благо дарю в одну сторону. Благодарствую. Это взаимообмен благом. Вы мне дали опыт. Я вам говорю благодарю за это. На тебя этот опыт сильно повлиял? Да. И я им показал как надо себя вести, когда тебя бьют. Не знаю. Это для меня сложно. Очень сложно. Я и раньше себя так вел. Меня как только не провоцировали вот эти все чиновники там. И где-то пихали, где-то толкали, где-то словцом там пытались задеть. А я улыбаюсь и говорю благодарствую. Попробую. Нет. Не пробовать. Делать. Делать. Ой, Антон, не знаю. Не знаю. Не пробовать. Получится ли у меня. А если будешь стараться, то получится рано или полно получится. А вот если будешь пробовать, один раз попробуешь, ничего не получилось, ну и ладно, пошла дальше. Ну что ж, постараемся. Вода. Вода камень точит, потому что она постоянно старается, она постоянно течет. потому и точит. Ясно? Ясно, Антон, ясно. Мне так нравится слушать тишину твоего гатлинга. Я тебе еще раз приношу свое глубокое извинение. Да не надо ни за что извиняться. Просто я слышу в трубке тишину твою, и я поэтому строчила, не знала, как реагировать на твою тишину. вопросом. вопросом? Чего молчишь? Есть вопросы? Это я тебя уже спрашиваю. вопросом? А, ты меня уже спрашиваешь? Да, чего молчишь? Есть вопросы? Нет, у меня нет вопросов. Я на своем примере показываю, как надо реагировать на тишину. Все, хороший пример, взяла на заметку. взяла на заметку. Нет, ну, вот смех смехом, но когда ты молчал, я просто не понимала, я периодически на трубку смотрела, связь вообще есть, может, связь потерялась, потому что тишина была. А ты молчал. Я молчал, потому что два одновременно говорящих голоса не слышно на аудиозаписи потом. Ну, да, не разобрать, что говорит. Ну, два голоса в унисон. Ну, хотя бы звук какой-то подал. Я бы тогда замолчала сразу. А я тебе поясняю, у меня телефон так пишет, что если я, вот ты говоришь, говоришь, я вставляю там угу, и вот все, что за секунду и после этого угу на две секунды, то есть три секунды твоей речи выпадает, вырезается просто. Просто мое угу твою речь перекрывает. Есть смысл угу говорить в таком случае или нет? Ну, если у тебя такой чувствительный аппарат, то, конечно, нет. Вот я знаю свой аппарат, я же монтирую постоянно, поэтому я и говорю людям, если я говорю, вы молчите, если вы говорите, я молчу. Вот и все. Благодарю за урок. Благодарствую. Благодарствую. Надо взять это слово. И пойми, если ты будешь дарить все время благо, у тебя, у тебя, что оно, это, откуда оно у тебя будет браться? Ты хочешь сказать, благо не самый восполняемый ресурс? Все восполняемое, только со временем, а я не дарю, я благодарствую, то есть взаимообмен совершаю. Бартер. И ничего не теряю. А ты, вот у тебя есть яблоко, и у меня есть яблоко, у тебя там желтое, у меня зеленое. Ты даешь мне яблоко и говоришь, благодарю. Все, у меня два яблока. А если я тебе скажу благодарствую, ты тут же мне протянешь руку со своим яблоком? Ну, по идее да, это надо ощутить, и вот можешь даже к зрячим обратиться, они тебе расскажут, что такое благодарство. Это идет именно взаимообмен. То есть я тебе даю зеленое яблоко, а ты получила благо, и говоришь благодарство, и взамен желтое яблоко мне отдаешь. Все. Мы поменялись, у меня теперь желтое, а у тебя зеленое. Хороший взаимообмен. Я теперь знаю, что такое зеленое и желтое яблоко, и ты теперь знаешь, что такое зеленое и желтое яблоко. Хороший образ. Ну. Для сравнения. А спасибо, это вообще непонятно. Ну, у нас много чего непонятного. Чего мы не знаем. Надеюсь, рано или поздно узнаем. Ради этого и стараемся, чтобы ясно было. Да? У тебя еще есть вопросы ко мне? Все вопросы вспомнил. Меня первый раз спросил собеседник, сколько я уже, как минимум, месяцев семь или восемь принимаю звонки. Ты первая, кто спросил, у тебя есть ко мне еще вопросы? Обычно я спрашиваю. Вот это результат. Все когда-то бывает первый раз. Вот это результат. вот значит я все ожидал, когда же я научусь эти пулеметы гатлинга останавливать. Вот он знак. Научился. Так, вопросов нет, присылай то, что я тебе сказал. Желательно с другом. Ну и постарайся ознакомиться с материалами и пофоткать их. И в суде, и так называемой в полиции. Очень хорошо. Жду. И я жду. Давай. Всего доброго. Благодарствую. See you. See you. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok